Всем здравствуйте! Сегодня хочу показать вам пледы и одеяло ручной работы. Вот я их сложила на полу, всего их 6 штук. Вверху самый большой плед, ну а внизу поменьше, поменьше и самый маленький внизу. Вот этот 150 сантиметров на 200, ну полтора на два метра. Я шила его, использовала разные свитерочки, свои, своих детей. Очень интересный, красивый получился плед. Обратную сторону сейчас покажу. Здесь все срезы я закрыла, вот такая полосочка льняная. Ну вот где-то темнее, где-то светлее. Сама вырезала, краешек утюгом фиксировала и потом закрывала все эти срезы. Здесь внутренняя часть, обратная сторона, получается плед этот двухсторонний. Здесь использовала разные тканюшки, остаточки, какие-то рубашки ненужные. И использовала косую бейку, магазинную. Получается, она уже, а когда пришивала эту полоску, то швы идут вот, вверху и внизу. И все смотрится аккуратненько. Вот так обработала уголок. Значит, тема сегодня не просто по хвостушке показываю, какие у меня пледы и одеяло ручной работы. А хочу вас спросить, интересна ли вам тема обработка именно края одеяла или пледа. Потому что вот здесь у меня несколько одеял и практически кругом разная обработка края. Если вам эта тема интересна, у меня есть еще несколько недоделанных, начатых вернее, одеял. И потом я их дошью и покажу вам эту обработку. Так что, девочки, пишите. Сейчас будем смотреть второй плед или летнее одеяло. Это одеяло чуть-чуть поменьше, чем полтора метра на два. Ну, тоже можно сказать, что полтора на два. Там на несколько сантиметров это можно не считать. Эта часть льняная. И вот такие вот звездочки шелковые, разноцветные. Обратная сторона из хлопка. Здесь обработка края самая простая. Самая простая. Две детальки. Верхняя и нижняя соединили. Вывернули и все дела. Красиво смотрится, когда на черном фоне эти звезды. Ну, здесь я постаралась и каждый лучик у меня двойной. Пришивала вот не только на этой детальке, но и здесь. И вот такие двойные. Очень эффектно смотрится. Лоскутное одеяло. Пошито именно в старинной технологии. Так, как шили наши бабушки и прабабушки. Вот у меня бабушка была партниха, всю жизнь шила. Лоскутки оставались, конечно. Ну, большие кусочки всегда отдавали клиентам. А вот такие малюсенькие оставались. И она шила такие одеяла. Значит, были комментарии. Были комментарии. Вы, девочки, спрашивали, как этим одеялом пользоваться. Потому что, если сверху располагать под одеяльник, то теряется весь смысл. Всю эту красоту не видно. Рассказываю. Я пользуюсь этим одеялом просто как пледом. Как пледом. Но я сделала, совершила ошибку. Сейчас расскажу, какую. Вот эти коричневые кубики, которые вы видите. Ткань была новая. И я решила, а, не буду я ее стирать. Что там ее стирать? Ну, короче, а потом, когда одеяло я постирала, получается, ткань полиняла. И есть вот кое-где такие грязные разводы коричневые. Так что все кусочки ткани все надо стирать. Обязательно. Итак, сверху оно лоскутное. Вот, получается, вот этот кусочек полинял. И вот здесь вот разводы нехорошие. А здесь вот одним куском я сделала. Обработка края совершенно другая. Вот такая. Нижняя ткань переходит на верхнюю. Ну, подробности потом. Если вы захотите, все вам покажу. Плед драповый. Из каких-то драповых ненужных вещей старых. Размером метр на метр восемьдесят. Еще мы им не пользовались, честно скажу. Но вот этот плед хорошо брать с собой куда-то на природу. Может быть, немножко где-то будет вам зябко. И вы им накроетесь. В два раза даже можно сложить. Очень хорошая альтернатива. Так, показываю поближе. С этой стороны швы просто обработаны. Никакого второго слоя нет. Ну, конечно, при желании можно сделать второй слой. С тканью, которую вы захотите поставить. Небольшое лоскутное одеяло двухстороннее на синдепоне размером метр на метр тридцать. Шило специально для внуков. Будут приезжать, будут им пользоваться. Выглядит немножко по-разному. Получается, здесь вот идет беечка. Обработка срезов вот так по горизонтали только. А здесь и по горизонтали, и по вертикали. Вот так вот край одеяла я сделала, обработала. Так, пожалуй, немножко покажу вам, как это все делается. Берется два лоскутка. Так, батарея разряжена. Надо торопиться. Берется два лоскутка. Лицевая к лицевой. Вверху и внизу синдепон. Прострочили. Раскрываете. И прострачиваете. И вот один блок уже готов. Плед также со свитеров ненужных. Срезы закрыты косой бейкой. А внизу флис одним куском. Именно вот этот плед шился. Вот просто на раз-два. Очень легко. Вот, срезы я закрыла косой бейкой. И с этой стороны флис. Подогнула на лицевую. И также закрыла здесь срез косой беечкой. И пользуюсь этим пледом, ну, прямо довольно-таки часто. Очень удобный, теплый и симпатичный. Так, ну, теперь покажу вам свои незаконченные проекты. Было видео. Мы с вами шили. Вот называется техника. Это квадрат в квадрате. Всем вам очень понравились эти нежные цветы. Не только эти цветы, а именно разноцветия вот это вот, как я подобрала. Получается, вот эта вот деталька средняя, это платье моей мамы. Нижняя часть платья, крепдышин. Ткань очень старая. Этой ткани больше, чем мне. Короче, больше 60 лет. И вот я на флизелинчик посадила, чтобы ткань как бы стала покрепче. И решила дать вторую жизнь этим лоскуткам, чтобы создать, ну, вот какую-то, можно сказать, семейную даже реликвию, девочки. Правда, вот ткань такая уже была покоцанная местами, даже грязные пятнышки. Когда-то я с того платья пошила себе сарафан. И в 90-х годах я это платье носила просто на кухню. И вот поэтому оно такое вот немножко уже и не отстирывается. Кусочки здесь и побольше, и поменьше. Ну, вот как-то буду думать, совмещать, чтобы все это пустить в одеяльце. Значит, вот эти яркие фиолетовые куски, скажу честно, мне не сильно нравятся. Может быть, я даже все это дело отпарю, это яркое фиолетовое, а что-то сделаю понежнее. Но обязательно будем с вами дошивать такое одеяльце. Значит, когда я шила эти блоки, я спрашивала у вас советы, вернее. И вы в комментариях писали. Я показывала вот эту ткань. Другой у меня, честно скажу, тогда не было. Ну, сейчас уже у нас в тканях ассортимент получше. И я думаю, что я найду, что пришить на обратную сторону. Так, ну, раз разговор уже пошел про ткань, покажу. Значит, вот такая у меня ткань. Это постельная, постельная. Получается вот этот голубой цвет прям сюда подходит, как нельзя лучше. И может быть, на обратную сторону я вот сделаю такой вот яркий, яркую ткань поставлю. Вполне возможно. Так, а вот это я сегодня купила. Это уже будет другой проект. Прыгаю с одной темы на другую. Но пришла с магазина, мне так все нравится, что я купила. Хотела полметра именно вот на аппликацию. На аппликацию, ну, всего в магазине был один метр. Сказали, резать не будем. Поэтому пришлось брать метр. Пригодится не только на аппликацию, но еще куда-то. Такая баечка, прямо хорошая, расхорошая. Может быть, пижамные штаники пошью, внучечки. А вообще, я купила вот эти тканюшки. Как бы я про одеяльца это даже и не думала. Это я хочу пошить текстильный букварь. Ну, может быть, это не совсем будет букварь. Может быть, это будет азбука. Но буквы там будут. Будут буквы своим внучатам. Вот такие тканюшечки. Они все детские, нежные. Прямо вот, я не знаю, милейшая расцветочка. Ну, это не совсем детская. Это купила такое. Буду резать куда-то в лоскутное. Рисуночек меленький. Пригодится. Так, это вообще купила 20 сантиметров, потому что думаю, ну, не надо мне больше. Может быть, сделаю вот аппликация в букварь, да? Велосипед. Или сова. Там, где вот буковки. Или очки. Так. Ну, может быть, даже я вот этой ткани куплю побольше и поставлю на обратную сторону одеяла. Ну, еще буду думать, да. Еще буду думать. Это такое меленькое. Может быть, куколки для внучки. Что-то пошью. И это тоже для букваря. Так. И еще хотела я вам показать начатый, незаконченный проект. Вот такое одеяльце. Это одеяльце крошечное для куколки. Специально начинала. Так что, когда буду дошивать это одеяльце, сниму видео, покажу вам обработку. Края одеяла. Ну, все практически как у взрослого одеяла, только подгибка будет меньше. Здесь уголочки. Все, как вы видели, в больших одеялах. И будет моя внучка пеленать свою куколку и играть. Так. Много чего вам рассказала сегодня, показала. Что я еще сегодня купила? А, еще я купила сегодня вот такие кружавчики симпатичные. Это будет для куколки. Так. Ну, все, девочки. Буду закругляться. А то прыгаю уже с одной темы на другую. Так что, будем с вами дошивать. Шейте, рукодельничайте. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова